Компания Гармин представляет новые холоты с технологией Даунфул. С её помощью на экране прекрасно видно всё, над чем проходит лодка. Структура дна, растительность и, конечно, рыба. Одновременно можно увидеть показания простого холота из функции Даунфул. Хорошей рыбалки. Удача приходит с Гармин. Всем привет! Вы смотрите программу «В курсе дела» и с вами я, Семён Малышев. Сегодня в выпуске. Одинокий хищник. Тамбовский волк остался без товарищей. Гармин. Тестируем новый эхолот. Охотничий визит. Делегация Ленинградской области в Белорусском заповеднике. Об этом и многом другом прямо сейчас в программе «В курсе дела». Выражение «Тамбовский волк тебе, товарищ», знакомо каждому. И появилось оно не случайно. На Тамбовщине серые хищники жили всегда. Но ничто не вечно под луной. Специалисты приводят неутешительные данные. Волков в Тамбовской области осталось мало, а точнее, катастрофически мало. Скорее всего, в местных лесах обитает всего-навсего один волк. В этой печальной ситуации разбирался наш корреспондент Виталий Шелодяков. Несмотря на то, что тамбовский волк, само выражение и огромное количество сувениров является брендом Тамбовской области, в дикой природе на самом деле волков осталось очень немного. На Тамбовщине каждый год регистрируется один-два выводка волков. Но поскольку волк является врагом охотничьего хозяйства, в пословице «голодный, как волк» она появилась не просто так, эти два выводка на Тамбовщине долго не задерживаются. Потому что начинается активное преследование со стороны охотников, их практически выживают с территории области. И постоянные территории области обитают в буквальном смысле этого слова единицы волков. Таким образом, сегодня волков в Тамбовской области можно увидеть лишь в зоопарке. Кстати, два месяца назад здесь родились волчата, которых уже сейчас можно покормить и погладить в специальном контактном вольере. У нас в волке находятся одни образования зоопарка. То есть уже 9 лет у нас есть практика их содержания. Она не представляет каких-либо проблем. Проблемы были раньше. Всего лишь несколько десятков лет назад в Тамбовской области волков отстреливали без счета. А в некоторых деревнях жители боялись по ночам выходить из дома. Но был ли это тот самый тамбовский волк из старинных преданий? Тот подвид, который некогда водился на территорию региону, он был истреблен. Ну, может быть, не 100% каких-то отдельных особей оставались, но пуляция утратила свое генетическое разнообразие. Сейчас то, что мы наблюдаем, это волки, заходящие в лесостепь с юга, с севера, конечно, с значительной примесью бродячих собак. Те останки якобы волков, которые удавалось увидеть вашим покорным слугам и моим коллегам, это, конечно же, по своим морфологическим признакам, мы не исследуем генетически, но морфологически это были не было. Согласно значительным исследованиям, значительным по своему объему, которые проходили в конце 70-х годов, было установлено, что вот тот самый лес луговой волк уже к тому времени, к концу 70-х годов, был утерян. Рыбалка – дело непростое. Не всякий рыбак, к примеру, умеет находить места с хорошим клевом. Кому-то не хватает опыта, другим терпения, кого-то подводит интуиция. К счастью, современные рыбаки всегда могут прибегнуть к помощи специальных приборов и приспособлений. Обнаружить по-настоящему рыбное место и вернуться домой с отличным уловом поможет эхолот компании «Гармин». Уважаемые рыболовы, сегодня я рад представить вашему вниманию новую модель эхолота «Гармин» Эхо 201 DV. Эхолот имеет большой достаточный дисплей, что позволяет разместить на нем сразу много информации. Помимо обычного вида, доступен вид «Даунвью» новый, то есть с быстрым переключением вправо-влево джойстик очень удобно, буквально в один клик. Что обозначает вид «Даунвью»? Технология вертикального сканирования, фотореалистичная, которая более подробно показывает все объекты, находящиеся начиная от дна и заканчивая поверхностью воды. Далее идет вид разделения частот, в котором работает одновременно и функция обычного сканирования, и вертикального сканирования «Даунвью». Естественно, диапазон глубин можно менять вручную, а можно поставить значение автоматически, для того, чтобы эхолот сам выставлял значение глубины. По флешеру он представляет из себя сырой и необработанный сигнал с датчиком эхолота. То есть под нами глубина сейчас 4,7 метра, и он показывает в виде линий все объекты, которые находятся в толще воды на глубине 0 метров, 2 метра, 4, 6, 8 и так далее. Многие рыболовы пользуются этим при ловле рыбы. Например, вы можете увидеть, на какой глубине находится ваша насадка, на какой глубине рыба и даже где именно произойдет поклевка. Есть отдельные числовые показания. Естественно, это меню полностью настраивается. Основное то, что он показывает, это глубина, температура воды в градусах Цельсия и напряжение аккумулятора. Можно вывести скорость, если подключить датчик скорости, и другие показания. Данный прибор обладает большим монохромным дисплеем и подходит отлично для рыболов, которые хотят увидеть глубину, температуру воды и подробно все объекты, находящиеся в его толще. Ждем вас в наших фирменных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, а также на сайте Garmin.ru и Nuvi.ru. Удачной всем рыбалки! Представители Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области в конце июня побывали в Белоруссии. Чиновников, в частности, интересовала проблема полувольного содержания и разведения диких животных. Чтобы разобраться в этом вопросе, российская делегация, а с ней и наша съемочная группа, отправились в Припятский национальный парк. Охотпользователи, представители опытных охотничьих хозяйств и инспекторы Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области провели в Белоруссии три плодотворных насыщенных дня. По словам самих участников делегации, такая поездка была просто необходима. Российские специалисты давно хотели познакомиться с результатами работы своих белорусских коллег, обсудить с ними ряд проблем, касающихся создания и ведения охотничьего хозяйства, правильного использования охотничьих ресурсов и угодий. Особый интерес в этом отношении представлял для россиян Припятский национальный парк. Один из его объектов, Музей природы и быта, располагается в местечке Лясковичи, где живут работники заповедника. На сегодня это самый крупный музей такого рода в республике. Официально его открытие было приурочено ко второму фестивалю этнокультурных традиций Зов Полесья. Экспозицию музея можно разделить на две части. Первая рассказывает о животном и растительном мире нацпарка. Вторая показывает, каким был быт местных жителей. Посетила российская делегация и припятское охотничье хозяйство. Площадь вольера, в которой мы были, порядка 5600 гектаров. Звера там, тысяча оленя, порядка 800 кабанов. Десяток зубров там есть, конечно. Лоси, Даниэли, ну и другие животные, которые характерны для Белорусского полесья. Чесверов есть немножко по краю вольера, но в основном за пределами вольера. С этой территории, да я возьму, так сказать, заповедную территорию, это своеобразный резерват. И вот плотность кабана, когда начали поднимать на территории вольера, стали подниматься резко, начал их на сопредельной территории. И в разные времена года звери от нас уходят за пределы охотничьего хозяйства. Потом зависимость от паводковых этих вод, а потом возвращается обратно. Или когда начинается охота на сопредельных территориях, так сразу звери очень чутко и четко реагируя на отношения к нему. И, как правило, туда, где зона покоя, где покой, звермигрирует довольно большими стадами, то есть к нам. Конечно, припятское хозяйство появилось невнезапно. Его созданию предшествовала длительная подготовка. И это принесло свои плоды. На начальном этапе только вкладывали деньги, при том довольно внушительные средства. И на сегодняшний день все вложения, которые были вложены в вольер этот, они себя оправдали. И на сегодняшний день вот этот вольер – это самая высокодоходная часть туристической инфраструктуры национального парка. Это государственное, потому что это же предохранные учреждения в Республике Беларусь. Все находятся в виде неуправления делами президента Республики Беларусь. По этому все сказано. Это совсем другие подходы. Здесь задачу никто не ставит, что рвать там и творить. А здесь надо все в рамках гармонии, чтобы все развивалось. И в то же время, конечно, на первом месте это доходная часть. С точки зрения познания, там же маршрут есть. И когда обыватели, вот, вы сами, наверное, когда ехали, видели там олени, там косули, там Даниэли, там зубри. Это как сафари, как где-то африканский парк. Вот. Для образования населения это очень такое высокоэффективное средство. В заключительный день поездки белорусской и российской стороны провели круглый стол, на котором обменялись опытом и обсудили вопросы, связанные с полувольным содержанием животных, созданием охотничьих хозяйств, а также их управлением. Простая логика показывает, что на тысячу гектаров это надо, ну, можно держать до тысячи голов. Это ферма. Ферма, где все контролируется, ветеринарная служба контролирует, своя служба ветеринарная, я имею в виду, контролирует. Но все на основании существующего белорусского законодательства. Поездкой в Белоруссию участники делегации довольны. Абсолютно все сошлись во мнении, что подобный опыт бесценен. И полученные знания просто необходимо применять при организации аналогичных хозяйств на территории нашей страны. В целом, я считаю, что мы, на самом деле, проехав по трем регионам, это мы были в Витебской области, в Минской области, сейчас мы в Гомельской области, посмотрели видение как вот именно Припятского национального парка, как государственные структуры, также посетили и лесхозы, где также и в вольном, и в полувольном содержании содержатся животные. Ты считаешь, что вот и в Ленинградской области мы также готовы, есть и средства, есть возможности, 90 охотпользователей, которые также могут создать такие условия или подобные. Вот, все позволяет, и закон позволяет, лишь бы было желание. Для того, чтобы это желание появилось, надо вот один раз приехать, посмотреть, я думаю, что сразу у всех появится желание. У многих, кто хочет заниматься охотой, не только ради увлечения, но и ради пополнения той природы, которая находится вокруг нас. Хорошенькие девушки отвлекают. А уж если вы отправились с красоткой на рыбалку, то поверьте, она отвлечет вас даже от поплавка. Молодая пара Джастин и Стефани решили порыбачить. Оба они начинающие рыболовы. И тут Стефани повезло, на крючок попалась рыба. Ее спутник это заметил, положил свою удочку и бросился на помощь. Смотрите, как работает пословица «За двумя зайцами погонишься». Рубрика «Без комментариев». Наша программа подошла к концу. Мы ждем ваши письма и фотографии на электронную почту в курсе собака единицы.твч.ру. Также не забывайте заходить на наш сайт охотник и рыболов.тв. Благодарим спонсора выпуска официального дистрибьютора навигаторов «Гармен» «Зао Новиком». На сегодня это все. Меня зовут Семен Малышев. Увидимся ровно через неделю. Компания «Гармен» представляет новые холоды с технологией «Даунпул». С ее помощью на экране прекрасно видно все, над чем проходит лодка. Структура дна, растительность и, конечно, рыба. Одновременно можно увидеть показания простого эхолота из функции «Даунпул». Хорошей рыбалки. Удача приходит с «Гармен».